На Чиэндинском месторождении в Якутии полным ходом идет пусконаладка оборудования. Фотофакты на Чиэндинском месторождении в Якутии полным ходом идет пусконаладка оборудования. Старт поставок газа в Китай по магистральному газопроводу Сила Сибири намечена начало декабря. В Ленском районе Якутии на Чиэндинском нефтегазоконденсатном месторождении активно идут пусконаладочные работы и подготовка объектов производственной инфраструктуры. Напомним, на начало декабря намечен старт поставок газа в Китайскую Народную Республику по магистральному газопроводу «Сила Сибири» в рамках Восточной газовой программы До пуска остались считанные недели, корреспонденту ИА «Якющая Медиа» удалось посетить объекты и увидеть своими глазами ход работ Начало-начал добычи газа скважины Мы побывали на кустовой площадке номер 57 Чиэндинского нефтегазоконденсатного месторождения Где проводится исследование скважин перед началом их эксплуатации Наше месторождение состоит из 42 залежей Для того чтобы изучить проницаемость этих залежей между собой Мы проводим исследование проводимости разломов методом гидропрослушивания Рассказал Иван Хорев, начальник геологической службы Чиэндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпромдобыча Ноябрьск» Механизм заключается в том, что на одной скважине методом отбора газа создается импульс На другой этот импульс улавливается Таким образом, специалисты изучают добычные возможности скважины, ее основные характеристики Проницаемость, детально изучают коллекторские свойства пластов Отметим, на сегодня пробурено более 175 скважин Бурение газовых залежей было начато в 2016 году В общей сложности планируется пробурить 330 скважин Работы планируют завершить в 2024 году Средняя глубина строительства скважин составляет 3000 метров Основная часть конструкции скважины представлена горизонтальным участком Который проходит в песчанике в коллекторе по продуктивному горизонту протяженностью 400 метров по стволу скважины Сложность работ заключается в сложном геологическом строении месторождения и низкими термобарическими пластовыми условиями Но мы с этим справились, применив уникальные системы буровых растворов Они позволяют сохранить все коллекторские свойства и добиться положительных результатов при бурении Обеспечив непрерывный процесс при строительстве скважин Все работы ведутся в круглосуточном режиме Отметил начальник производственно-технического отдела управления организацией реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпромдобыча Ноябрьск» Дмитрий Шпинь Газ по ГОСТу Из кустовой площадки газожидкостная смесь поступает на установку комплексной подготовки газа в цех низкотемпературной сепарации, который уже начал работу Из кустовой площадки газожидкостная смесь поступает на установку комплексной подготовки газа в цех низкотемпературной сепарации, который уже начал работу Низкотемпературная сепарация – процесс промысловой обработки природного газа с целью извлечения из него газового конденсата и удаления влаги Осуществляется при температурах от 0 до минус 30 градусов Цельсия Здесь происходит разделение на две фазы сухую газ, обработанный по ГОСТу, идет на дожимную компрессорную станцию, ДКС, и жидкость, которая ввиду пониженной температуры выпадает в осадок После этого процесса она поступает в установку стабилизации конденсата Газ из ДКС уходит в газопровод Сила Сибири, рассказал оператор по добыче нефти газа Чиэндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпромдобыча» Ноябрьск Александр Игнатьев Газовый конденсат – это сырье, из которого можно делать масла, бензин, горючие смазочные материалы, полимеры На Чиэндинском месторождении пока запустили одну из технологических ниток, где проходит процесс низкотемпературной сепарации С ростом мощности будут подключать остальные Мощность газотурбинного двигателя составляет 20 миллионов кубометров в сутки В данный момент работы на стадии завершения Она прошла 72-х часовую обкатку и полностью готова к пуску, рассказал заместитель начальника газокомпрессорной службы Чиэндинского нефтегазопромыслового управления Сергей Фирсов За каждым этапом газодобычи, переработки, поставки наблюдают операторы на главном щите управления установки комплексной подготовки газа номер 3 Чиэндинского месторождения Здесь наравне со старшим поколением трудится молодежь, они получают навыки от опытных коллег Мы пообщались с начальником смены Чиэндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпромдобыча» Ноябрьск Вячеславом Бардашкиным В отрасли он работает уже более 25 лет Начинал на западно-таркасалинском газовом промысле и мастером по добыче газа Уже год он трудится в Якутии На предыдущем месте работы объемы добычи были гораздо меньше, чем здесь Но специфика такая же Нам был дан клич по всем промыслам о переводе на новое место И я согласился, так как мне была интересна сама настройка оборудования Первый запуск, поделился он Все цепочки соединятся в единый механизм По словам генерального директора ООО «Газпромдобыча» Ноябрьск Игоря Крутикова Сейчас ведутся работы по запуску систем, новых агрегатов и цехов За пять лет пройден огромный путь Придя сюда, в тайгу, мы обустроили месторождение, которое по площади и удаленности основных производств достаточно обширна Дело в том, что, кроме газовой части, мы здесь занимаемся нефтью на севере месторождения Нефть технологически взаимосвязана с газовым конденсатом, который мы получаем на ЧНД Готовится перекачивающий пункт для присоединения к нефтепроводу Восточная Сибирь Тихий океан, по которому будут транспортироваться жидкие углеводороды Это тоже большой проект, над которым сейчас работают тысячи людей Думаю, пройдет немного времени и все технологические цепочки соединятся воедино И на ЧНД будет единый комплекс по добыче газа, газового конденсата и нефти, рассказал Игорь Крутиков Также он отметил, что на ЧНД впервые в России в промышленном масштабе будет использована технология мембранного выделения гелия из природного газа непосредственно на промысле Она позволит направлять в газопровод то количество гелия, которое будет востребовано рынком Строители создали объект, пусконаладчики вдохнули жизнь, а наши ребята все это уже берут в свои руки Я всегда верил, что та инженерная мысль, которая накоплена нашим предприятием уже более чем за 40-летнюю историю она получит продолжение на новом производстве Так и случилось Резюмировал Игорь Крутиков Справка ЧНД нефтегазоконденсатное месторождение одно из крупнейших на востоке России Является одним из ключевых объектов Восточной газовой программы и ресурсной базой для магистрального газопровода Сила Сибири, наряду с Кавыктинским месторождением в Иркутской области Реализация Восточной газовой программы в первую очередь направлена на обеспечение газом российских потребителей С ее развитием будут созданы необходимые условия для газификации населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока Редактор субтитров А.Семкин